приветствуем всем канале инспектор гаджетов и сегодня я познакомлюсь вместе с вами с мышкой мышкой от фирмы zero date это китайский бренд и я уже не первый раз знакомлюсь с продукцией данной компании у меня уже был обзорчик мышку данной фирмы и принципе я и остался доволен я все эти мышки реально использую сам моя предыдущая мышка которая сейчас пользуюсь это эйзер есть у нас моделька даже модельки нет но это принципе не важно главная фишка этих мышек и почему я не пользуюсь дорогими фирменными такими брендовыми мышками потому что мне вполне достаточно таких китайских почему они мне нравятся они стоят копейки это во-первых во-вторых они беспроводные в третьих у них есть дополнительные кнопки они легкие удобные у них классный дизайн но и самое главное то что у них встроенных аккумулятор это самый самый большой жирный плюс по сравнению с брендовыми дорогими мышками потому что аналоги от брендов стоят ну просто намного намного в десятки раз если не больше больше вот и поэтому я даю предупреждение таким китайским мышками и они меня еще ни разу не подводили я не вижу особого смысла тратиться на что-то еще потому что меня это полностью устраивает вот в общем такая прелюдия в общем я вам про рекламировал как мог китайские беспроводные мышки со встроенным аккумулятором ну а теперь давайте знакомиться почему вот я решил новую мышку да потому что увидел что появилась новая мишка от zero data ну надо посмотреть тем более дизайн у нее такой интересный симпатичный в обычная белая коробка и она собственно мне о чем не говорит внутри внутри у нас бумажница который у нас является инструкцией и как видите это у нас zero date и модель x90 вот честно я уже не помню какая предыдущая у меня было zero date по моему 70 модель ну что ж здесь у нас wireless technology 24 гигагерца так charging socket спереди ну в принципе у айзера моего тоже аналогично есть переключатель включение выключение и работа с подсветкой адаптер у нас опять же встраивается в корпус мышки но все аналогично моему zero date и там можно сравнить так ну работает грубо говоря совсем чем только можно по технической информации 2 разновидности есть черная есть темно-серая в моем случае темно-серая дистанция работы 10 метров ну в общем это на столе настольная мышка размера 120 68 38 так это рейтед рейтед волтаж 37 вольт а ну 18 миллиампер она у нас как бы питает но сколько это в час наверное ну не столь важно вес 84 грамма разрешение 2400 dpi кнопок у нас 6 и 600 миллиампер встроенный аккумулятор также вот можно ознакомиться с кнопочками ну и собственно все понятно давайте переходить уже непосредственно самому интересному более и хочется поскорее с ней познакомиться с данной мышкой ну вот она вот она серенькая вот я именно выбирал серый цвет потому что черные мышки это как-то заурядно и не хотелось не хотелось очередной вот тоже самое грубо говоря нет делась серенькую вот но с черненьким вот видите дизайн у нее такой рейзеровский так я так сказал бы и форму руки но это реально для правшей для левшей она совсем я сказал бы она совсем не удобно для левшей эта мышка ориентирована именно на правшей как я здесь у нас две кнопочки материал конечно же пластик ну собственно о чем можно еще говорить спереди тот самый порт micro usb для зарядки так ну техническая информация мы с ней уже ознакомились переключатель of он и с подсветкой ну давайте сразу включим с подсветкой вот подсветочка давайте выключу свет что было понятней вот посмотрим собственно переливается сама ничего настраивать нельзя просто переливаются 7 цветов ну думаю понятно давайте обратно так кнопка переключения dp-f колесико колесико у нас с возможностью кстати нет нет колесико просто колесико но можно пользоваться как средняя кнопка мышки так здесь у нас адаптером внутри прорезиненные даже видеть немножко поверхности 1 здесь 1 здесь мне на самом деле это больше нравится чем вот такие вот мелкие вот реально с ними проблема не больше пачкаются могут отвалиться это все-таки такое мне кажется более надежный вариант по размещению посмотрите вот сзади стоит какая-то большая это насколько меньше в сравнении и за меня полностью устраивает это реально просто как бы изменения в дизайне так ну собственно все что о чем здесь еще говорить давайте подключим и посмотрим как она себя поведет аналогично разрешение 2400 dpi было и здесь и здесь и кстати я подключил вот ну одно и то же одно и то же просто абсолютно абсолютно одно и то же я думаю там используется одна и та же электроника один тот же сенсор то есть меня это полностью устраивает в общем классная мышка в дизайне нравится мне реально больше нравится как на лежит в руке и как она выглядит вот поэтому это я думаю визор пришло время тебе отдохнуть и сейчас будет чаще используется мышка зеродейт и в конце ну такой самый частый вопрос который возникает ну то есть сколько держит аккумулятор он там сломается зеродейтом я вот эти эйзером я пользуюсь ну уже наверно год никаких проблем с аккумулятором не держит и держит сколько держит держит могу так сказать полчаса по с подключенным юсб кабелем в режиме на лету то есть подключаю просто вообще сразу на зарядке пользуюсь и этого хватит на месяц то есть вообще никаких проблем не возникает это самая главная фишка которая мне нравится в этих мышках то есть никакой никакого главняка с батарейками все просто надежно удобно ну красота поэтому настоятельно рекомендую вам в принципе беспроводные мышки китайские со струнным аккумулятором что эйзер что зеродейт но в данном случае конечно зеродейт x90 это моя новая мышка на 7 все спасибо за внимание ставим лайки подписываемся на канал всем пока